Мы продолжаем тему новых игровых аксессуаров Logitech. Недавно у компании вышла целая линейка устройств, название которых и слово Spectrum. У нас была клавиатура Atlas Spectrum, а теперь вот гарнитура Artemis Spectrum. Собственно Artemis это в переводе Артемида, греческая богиня охоты и плодородия. В нашем геймерском смысле будем считать, что все же охоты. Гарнитура проводная, с возможностью подключения не только к ПК, но и мобильным устройствам и всем современным консолям. Еще у нее есть режим 7.1, но об этом чуть позже. А пока поговорим о дизайне и эргономике, поскольку тут есть о чем порассуждать. Модель получилась комфортная в плане ношения. На голову ничего не давит, уши не болят. Основание оголовья металлическое, все остальное пластик. Амбушюры сделали тканевыми, как и подкладку. Кроме того, они снимаются, так что заменить будет несложно. По остальным пунктам есть вопросы. Во-первых, гарнитура начинает скатываться с головы, если не надеть вот так. Никаких проблем нет, за исключением того, что я так не привык. Если ее подвинуть на привычное положение, то она начнет медленно скатываться с головы. А если еще захотеть попить во время игры, то произойдет вот такая вот штука. Во-вторых, интересна аргументация человека, который придумал механизм вращения чашечек. Обычно такое делают в моделях, которые складываются. Свернул, положил в рюкзак и пошел куда-то. Проблема в том, что Artemis Spectrum не складывается. И вынести вот этот вот бардак психологически очень сложно. Я уже не говорю о том, что одной рукой надеть наушники, это та еще задача. В-третьих, давайте посмотрим на кнопки, которые разместили на левой чашечке сзади. Их четыре штуки, они программируемые, сделаны разного размера и разной степенью выпуклости, для того чтобы их можно было легко найти. Но нет, найти их нелегко. Если у меня была такая гарнитура, то первым делом я бы забил на эти кнопки. Наконец, в-четвертых, штанга микрофона. Спрятана она идеально, но совершенно не гнется. Гнется только выдвигающийся стержень, да и то не очень. Если нравится, чтобы штанга повторяла контур лица, то здесь такого не получится. В качестве записи микрофона претензий нет никаких. У Logitech в принципе проблем с микрофонами никогда не было. Здесь микрофона два. Переключаемся на тот, который расположен в пульте. Он тоже работает вполне себе прилично. И последняя особенность конструкции, съемные крышки на чашечках. Видимо предполагается, что можно будет поставить другие, пока есть только стандартные. Увы, эти три полоски на них не светятся, хотя очень напоминают шлем из Dead Space. Что еще есть на корпусе? Переключатель источника PC 3.5 мм. В первом случае используется обычный провод microUSB-USB для включения компьютера. Во втором случае вот такой мини-джек-мини-джек с маленьким пультиком на проводе, с помощью которого можно управлять медиаплеером на смартфоне, переключаться с основного микрофона на микрофон, который установлен в этом пульте, отключать-включать микрофон и регулировать громкость. Вопрос в том, почему этот провод сделан с тканевой оплеткой, а компьютерный прорезиненный, это бесконечность. Вопрос, потому что вот этот провод абсолютно неудобен, он цепляется сам за себя, за стул, за стол, за все что угодно. Одна из заявленных фич этой гарнитуры микширование звука с двух источников. Можно подключить оба провода и услышать звонок телефона во время игры или же слушать музыку со смартфона и разговаривать с друзьями в TeamSpeak. Настраивается звучание и функции кнопок в уже привычном софте от Logitech. Здесь профили для разных игр, программирование кнопок, тут регулируется подсветка, выбирается режим ее работы, потом эквалайзер с пресетами для различных игр и настройка объемного звука. Гарнитура может работать в так называемом режиме DTS 7.1, который добавляет объемности звучанию. В софте даже есть специальная кнопка, которая включает тестовую запись, где можно оценить работу этой системы. Но для проверки я включил этот режим и скормил ему настоящую запись DTS. И для сравнения ту же самую запись только в стерео, и разницы, к сожалению, не обнаружил. Так что это обычное виртуальное объемное звучание. В остальном к звучанию Artemis Spectrum претензий меньше всего. Гарнитура достаточно универсальна для того, чтобы использовать ее не только в играх, но и слушать музыку, смотреть фильмы. Противопоказаний никаких нет. А если что-то не устраивает, всегда можно подстроить детали в расширенном эквалайзере. Последнее, что может огорчить геймера, стоимость этой модели. Но если вы привыкли покупать новые топовые аксессуары с подсветкой и программируемыми кнопками, то Artemis Spectrum как раз такая гарнитура. Кроме того, она отлично подходит для мобильных устройств. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok